Да, уважаемые коллеги, добрый день. Подскажите мне, все ли нормально, видно, слышно? Я поняла, что мы теперь это делаем огоньками, чтобы все я сориентировалась. Благодарю. Отлично. Ну что, друзья, я понимаю, что вы уже давно включены в вебинарную активность с Директ Академии, но мы с вами в нашей теме начинаем сегодня. У нас сегодня первый вебинар, посвященный подготовке диссертации и вообще тому, что связано с научной деятельностью. Но сегодня такая тема прямо для тех, кто либо пишет диссертацию, либо думает об этом очень серьезно, поскольку она такая достаточно специализированная для нас. Итак, сегодня наша задача разобраться, что же у нас сейчас происходит с новой номенклатурой научных специальностей и чем эти изменения для нас в большей степени являются ограничениями или возможностями. И прежде чем мы начнем, я бы хотела вас сориентировать с теми вопросами, которые мы посмотрим сегодня на вебинаре. Во-первых, нам нужно рассмотреть, на что влияет внедрение новой номенклатуры, то есть что, собственно говоря, для нас с вами, для людей, которые пишут диссертацию, изменится, на что нужно обратить внимание. Второе, мы поговорим о том, что такое научная специальность, то есть что нам необходимо в новых условиях учитывать при определении этой научной специальности. Ну и, соответственно, для тех, кто уже пишет, завершает свою работу, что необходимо учесть при проверке своей работы, в готовности своей работы, прежде чем ее показывать рецензентам, экспертам, которые будут ее читать. Ну и, конечно, номенклатура не меняется сама по себе, она ведет за собой изменения. Еще дополнительных моментов, которые также влияют на нас, они связаны с публикациями и с диссертационными советами, и поэтому вот нюансы того, что для нас с вами изменится или изменяется, как для начинающих, так и для продвинутых исследователей, мы вот в заключении нашей сегодняшней встречи посмотрим. Итак, если мы говорим о том, вообще на что влияет изменение вот этой новой номенклатуры, то прежде всего я понимаю, что у нас сегодня могут присутствовать и начинающие, и продвинутые, поэтому я все-таки хотела бы в принципе изначально определить или объяснить, да, на что независимо от ее изменения влияет номенклатура. То есть, когда мы с вами выбираем тему диссертационной работы, мы это делаем не сразу. Когда мы хотим писать диссертацию, прежде всего мы должны с вами определить отрасль науки, по которой вы собираетесь получить ученую степень. Например, вы будете там кандидатом технических наук, физико-математических, экономических, исторических или каких-либо еще. И кажется, вот когда я сейчас рассказываю, может быть, кому-то кажется, ой, ну это тривиальный вообще вопрос, тут особого выбора нет. На самом деле выбор есть, и как раз-таки в связи с тем, что сейчас номенклатура изменилась, и дальше я покажу, почему это сейчас становится еще более важно, чем ранее, у нас появляется ситуация, при которой есть некая такая пограничность. А вот это педагогические науки или психология, например, да, то есть вот есть такие паспорта, есть такие темы, которые заставляют нас более внимательно отнестись к выбору вот именно отрасли. То же самое, например, история и культурология, они вот рядом лежащие, и если вы уже пишете диссертацию по вот этим сферам научным, вы можете, глядя на свой паспорт, увидеть, что вот там нужно очень внимательно посмотреть, как мне написать работу для того, чтобы получить степень именно там в исторических науках или в культурологии. То есть первое, что мы с вами делаем, мы как бы определяем вот эту самую отрасль наук, по которой мы получим ученую степень. Но если мы решили, допустим, вот я, да, доктор экономических наук, это же ведь не означает, что я прям эксперт по всей, по всей экономической науке в одинаковой степени хорошо знаю вообще все в ней. Конечно же нет. Поэтому в науке у нас мало того, что ученая степень присуждается по определенной науке, она присуждается по определенной научной специальности. То есть вот эта вот сфера, которая изначально вами была выделена, мы должны четко понимать, что внутри нее выделены еще, так скажем, разделы определенные, определенные подсферы, да, которые называются научные специальности. У этих научных специальностей есть свой шифр. Мы сегодня все об этом прям детально поговорим, и все нюансы и для начинающих, и для продвинутых рассмотрим, но мне важно, чтобы вот эта вот матрешка, скажем так, да, была понятна для тех, кто только начинает свой путь. Так вот, когда мы с вами определяем свою тему, нам важно четко понимать, что она попадает вот в определенную научную специальность. Для примера, как это в реальной жизни выглядит, ну, предположим, опять же, возьмем для простоты меня, у меня кандидатская диссертация написана по специальности 08001 экономическая теория, это один раздел, да, это одна частичка экономической науки, а докторская диссертация написана по специальности 08005 экономика управления народным хозяйством региональной экономикой. Это уже другая сфера экономических знаний, и в ней выбрана другая тема, то есть у меня две темы диссертации не пересекаются. Вторая диссертация написана с полного нуля. Поэтому, когда вы определяете, в том числе и для докторской диссертации, например, если вы даже продолжающий исследователь, вы уже на следующую ступень сейчас решаете переходить, защитили кандидатскую, хотите идти на докторскую, вы не обязаны оставаться внутри своей научной специальности, которая была ранее, и вы можете выбрать другую научную специальность. И после этого мы с вами теперь можем определить, собственно говоря, нашу тему. И вот эта тема должна попасть в ту научную специальность, которую вы для себя определили. Что значит попасть сегодня, я кратенько об этом расскажу, для того, чтобы было более понятно. То есть для начинающих важно понимать, что мы выбираем науку, внутри науки научную специальность, и уже внутри этой научной специальности определяем свою тему. Если же вы продвинутый исследователь, все то же самое для вас актуально, но вы уже четко должны понимать, что и ваша научная новизна должна обязательно попадать в вашу научную специальность. То есть она должна быть о том, о тех разделах, которые перечислены, которые отнесены к этой научной специальности. Сейчас я, например, на скринах все покажу, будет более понятно для тех, кто это слышит впервые. Что мы здесь имеем? Вот эти научные специальности, вот этот алгоритм, который я сейчас рассказывала, он актуален хоть по новой, хоть по старой номенклатуре. Но у нас происходит, ну, прям не сию секунду, это уже вот как происходит смена номенклатуры научной специальности. То есть так называемая старая номенклатура меняется на новую. Что такое вообще номенклатура? Это перечень тех самых научных специальностей, которые сейчас утверждены для того, чтобы в рамках них можно было получить ученую степь. Так вот, привычная для тех, кто давно в научных исследованиях номенклатура теряет свою актуальность и, соответственно, меняется на новую. И кто-то скажет, ну, не такая уж она и новая, может быть, мы ее уже видели, но тем не менее нам нужно понять, в чем, как это влияет на нас. Что нам нужно сделать для того, чтобы у нас не возникало никаких проблем с этими изменениями. Итак, на слайде я вынесла скрин старой номенклатуры специальности. Она выглядела следующим образом. Так, сейчас я попробую взять указку. Друзья, видна указочка? Моргните мне огоньком, пожалуйста, если все в порядке. Потому что я вижу свой курсор, видите ли, его вы. Отлично, благодарю. То есть, смотрите, старая номенклатура, что нам давала? Она нам давала шифр. Вот те цифры, которые я вам называла о себе, вот они вот для каждой науки выделены. Дальше у нас были научные специальности и вот та самая отрасль наук, по которой присуждалась ученая степень. Стандартно, долгое время эта номенклатура была. Многие из вас, если вы сейчас дописываете диссертацию, но не успеваете защититься до 16 октября, забегая вперед скажу, то, может быть, многие из вас имели изначально старую специальность. И ваша задача состоит в том, чтобы понять, что меняется именно для вас. Если же вы только начинаете свой путь, ваша задача вообще не ориентироваться на старую номенклатуру, а сразу же обратить внимание на новую. Какую номенклатуру я называю новой? Это не та, которая там какая-то странная, возникшая прямо сейчас. Это номенклатура, которая утверждена приказом Миноборнауки еще 24 февраля 2021 года. И мы с вами о ней уже говорили даже в прошлом учебном году, в прошлом цикле наших встреч. Но, что называется, можно было бы закончить с этим разговором, но не тут-то было. Почему? Потому что данная номенклатура, будучи принятой, она уже претерпела определенные изменения. Я на слайде вам специально сделала полное название документа для того, чтобы вы увидели, что в мае 2022 года произошли изменения внутри этого приказа, которые достаточно существенно влияют, и мы сейчас об этом с вами поговорим. И получается, что номенклатура, которая принята в 2021 году, вот эта редакция, которая сейчас, она начала действовать только 16 июня, то есть относительно недавно. И здесь мы что с вами видим? Мы видим, что новая номенклатура у нас выглядит следующим образом. Во-первых, не очень, для тех, кто работал раньше со старой, может быть, не очень привычный вид. Хотя вроде бы все понятно, но несколько иначе. Здесь на что мы обращаем внимание? Здесь у нас с вами то же самое есть отрасли, то есть, например, человек будет кандидатом технических наук, если он будет защищаться вот по этой специальности, или физико-математических наук. Вот этот выбор вам нужно осуществить, потому что делая работу по одной и той же научной специальности, мы можем оказаться ученым в разных отраслях науки. И этот нюанс, он сейчас в этой номенклатуре еще более важен, чем старый. Что здесь для нас поменялось? Во-первых, в этой номенклатуре уменьшилось количество научных специальностей. Во-вторых, названия научных специальностей стали, ну как это там сказать, да, более актуальными. То есть они отражают в большей степени те научные исследования, которые сейчас необходимо проводить для того, чтобы мы могли продвигать науку именно вперед и применять эти научные знания на практике. Кроме того, что мы здесь с вами наблюдаем, что, будучи принятой, эта номенклатура уже преобразовывалась, а мы как с вами привыкли. Если мне, я, например, пишу кандидатскую диссертацию, мне сказали, твоя старая специальность теперь будет звучать вот так-то. Я приняла эту информацию, и мы обычно ее не перепроверяем. А оказывается, что происходят изменения, которые надо бы знать. Что именно происходит? Какие изменения вот в мае 22-го года, и почему я говорю о том, что они существенны, произошли? Во-первых, у нас с вами происходит изменение отраслей науки, по которым присуждается ученая степень. Что это значит? Это значит, что у нас с вами либо расширяются наши возможности, тема нашего вебинара, связанная с тем, что мы эту новую номенклатуру воспринимаем как расширение возможностей или как ограничение. Так вот, у всех специальностей в разных отраслях, у разного. Для кого-то это ограничение, теперь моей специальности в принципе нет в номенклатуре. Для кого-то это расширение. Моей специальности раньше не было, сейчас она появилась. Кроме того, вот первое изменение, о котором я сейчас хочу рассказать и показать вам, как мы это видим в номенклатуре, это изменение отраслей науки, по которым присуждается ученая степень. То есть, если я, например, хочу быть кандидатом наук в области экономики, у меня расширились возможности, добавилась дополнительная специальность. Если я хочу в какой-то другой области, у меня, возможно, уменьшились эти возможности, сократились научные специальности в моей отрасли. Давайте посмотрим, как это глазами мы можем увидеть. Я для этого вам сделала скрины предыдущей версии новой номенклатуры и действующей версии новой номенклатуры. Вот смотрите, во-первых, в новой номенклатуре появилась в принципе новый такой раздел, актуальный, безусловно, компьютерные науки и информатика. И здесь мы видим, что изначально в той редакции, которая принималась раньше, причем это тоже не первая редакция, обратите внимание, это не февраля месяца, то есть первая редакция приказа, она февральская. Это сентябрь, то есть уже один раз изменялась. И здесь мы видим, что, например, если мы готовим работу по искусственному интеллекту и машинному обучению, то мы могли стать только кандидатом или доктором физико-математических наук. Отрасль наук одна. Посмотрите, что происходит в новой редакции, которая действует на данный момент. В этой же самой специальности увеличилось количество, то есть две теперь отрасли наук стало, по которой можно получить ученую степень. То есть теперь, если я хочу быть кандидатом или доктором технических наук, я по этой специальности тоже могу защититься. Вот еще в сентябре, глядя на этот паспорт, я говорила, нет, я хочу быть кандидатом технических наук, хотела бы защититься здесь, но здесь нет такой отрасли знаний, то теперь я могу в этой отрасли знаний защититься и стать кандидатом технических или доктором технических наук. Друзья, пожалуйста, дайте мне знак. Итак, это понятно? Вот расширение возможностей, которые я поясняю. Отлично. Да, кому как удобнее. Можете либо огнем мне просигналить, либо поставить плюс, либо написать «да», для того, чтобы я просто поняла, что вот этот момент ясен. Обращаю ваше внимание на то, что между вот этими редакциями несколько месяцев. То есть понятно, что номенклатура не меняется раз в месяц, но она меняется. Даже новая. Вот со старой номенклатурой такого не было. Вот ее приняли, и она вот сто лет, ну сто не сто, достаточно длительный период, она находилась без каких-то серьезных, существенных изменений. Эта номенклатура меняется. Здесь, конечно, мы с вами можем понимать, что сейчас еще период становления, период какого-то, может быть, формирования, докрутки этой номенклатуры. Но, несмотря на то, что мы это все понимаем, наша задача, если вы пишете диссертацию, осознавать, что эти изменения могут происходить для вас как в лучшую, так и в худшую сторону, то есть как расширение возможностей, так и создание ограничений. И поэтому все-таки с номенклатурой поработать и свои нюансы для себя выяснить. Что еще происходит в новой номенклатуре, помимо изменения вот этих отраслей науки? Изменяются возможности по самим научным специальностям. Где-то они расширяются, где-то они сужаются. То есть структура, то есть количество специальностей, доступных для защиты в разных науках, оно меняется. И понятно, что меня-то, собственно говоря, вообще одна специальность интересует, по которой я защищаюсь. Но возникает необходимость понять, мало того, что специальность могла поменяться от старой номенклатуре к новой, да? Так еще она и внутри могла либо добавиться, либо исчезнуть уже внутри новой. Опять же, давайте посмотрим в качестве примера. Прям я вам опять же сделала скрины для того, чтобы вы своими глазами могли увидеть, что происходит. Вот изначальное решение по действующей номенклатуре, когда она была действующая в сентябре, выглядело следующим образом. То есть мы видим, что по экономике мы могли, имели возможность защититься по шести специальностям. Шесть специальностей. Мне нужно было, если я начинающий исследователь, для себя определить, чем я хочу в рамках своего исследования заниматься. Ну, например, экономической теории не готова, математика, наверное, нет. Да, там, вот я хочу финансово. Зайти внутрь этой специальности и посмотреть, какие исследования у меня должны были быть. Теперь мы вместо шести специальностей по экономике имеем семь специальностей. То есть возможности расширились. Они стали, выбор стал больше. И здесь мы с вами видим, что добавилась специальность вроде бы как в области экономики, но она позволяет защитить диссертацию как по социологическим наукам, так и по историческим. То есть для исследователей из этих наук возможности тоже расширились. Поэтому наша задача не забывать периодически, по крайней мере, пока, пока вот эта ситуация есть, вот этих изменений, достаточно серьезных изменений, посматривать сюда. Опять же, смотрите, специально сделала скрин пошире, не только экономику взяла. Посмотрите, что происходит в области психологии. То есть специальности я не все здесь, только две вам сделала. Специальности есть, но с точки зрения защиты по психологии эта специальность сохранена, а уже в новом, в измененном варианте номенклатуры, в действующем варианте номенклатуры, по медицине нельзя защититься по этой специальности. И я специально для нашей сегодняшней встречи посмотрела, прям сделала сравнение вот этой вот предыдущей действующей редакции и текущей действующей редакции. Друзья, там очень серьезные изменения. То есть это не то, что два примера, которые я вам вынесла на слайд, и все на этом закончилось. Нет, там достаточно много изменено формулировок, изменены вот эти отрасли, изменены специальности. Поэтому здесь нет такого, что я уже дописал, мне это не важно, или я только начинаю писать, мне это не важно. Это важно абсолютно для каждого человека, который пишет диссертационную работу, не важно, кандидатскую или докторскую, потому что наша задача понимать, куда попадает или не попадает данная диссертационная работа. Для того, чтобы нам проще было ориентироваться, эта номенклатура, конечно же, нам помогает, но номенклатура, мы с вами сказали, это же просто перечень. Ну и что, я вот решила, что я буду писать там по финансам, или, допустим, по региональной, или отраслевой экономики. И что, какие темы туда подходят, какие темы не подходят. Озадачивается начинающий исследователь, или представьте ситуацию. Человек пишет диссертацию по старой специальности. Ну, допустим, предположим, что я бы сейчас писала свою работу, которая у меня ранее была по специальности 08005 экономик управления народным хозяйством, региональной экономикой. Это был один перечень возможных тем. Один перечень. Когда появилась новая номенклатура, эта специальность изменилась полностью. Она не просто цифрку поменяла, шифр поменяла. Есть такие специальности, которые просто поменяли номер, а название сохранилось. А есть специальности, которые поменяли всё. И шифр, и название, и суть. И вот, например, в этой специальности, которая теперь стала называться региональная и отраслевая экономика, естественно, я должна была бы вновь обратиться к ней и посмотреть, всё ли у меня нормально в работе, в новый вот этот вот, в новую тему, в новые ограничения я попадаю или нет? Ну, я, в смысле, со своей диссертационной работой. Что здесь нам может с вами помочь для оценки того, соответствует наша работа этой специальности или нет? У нас с вами есть документ, который называется паспорт научной специальности. Естественно, он не один. Паспортов столько, сколько научных специальностей. Так как научных специальностей очень много, паспортов, естественно, тоже много. Что это за документ такой? Я последнее время стала встречать ситуации, при которых ко мне, например, на консультацию приходит человек, у которого там половина, а то и вся диссертация уже написана. И когда я задаю вопрос относительно того, а вы проверили, у вас попадает в паспорт научной специальности, ваша новизна, человек вообще не понимает, о чём я говорю. Поэтому, друзья мои, если вам не знаком паспорт научной специальности, своей научной специальности, обязательно обратите на это внимание, изучите. Я сейчас покажу, как они выглядят, что это такое, на что конкретно нужно обратить внимание. Так вот, паспорт научной специальности это такой документ, который описывает конкретные области, в рамках которых должно быть проведено ваше научное исследование, чтобы вам присудили учёную степень кандидата или доктора по этой специальности. Что это значит? Это значит, что когда мы с вами саму специальность нашли, мы с вами делаем запрос паспорт специальности такой-то. Напоминаю, что у нас с вами в номенклатуре, давайте я верну на одну секундочку, для начинающих понятно, что для продвинутых это всё сразу понятно, но для начинающих нет. Вот смотрите, например, шифр специальности 5-2-3 региональная отраслевая экономика или 5-3-1 общая психология и так далее. То есть, когда вы определились со специальностью, у вас есть шифр и название специальности, вы ищете паспорт по этим данным. Раз у нас раньше была старая номенклатура, у нас паспорта были старые. Сейчас новая номенклатура, естественно, паспорта новые. Почему я и говорю, что, друзья мои, пожалуйста, не путайтесь. Если ваша научная специальность изменилась в процессе подготовки вашей диссертации, вы попали вот в этот период перемен и изменения произошли, пожалуйста, ориентируйтесь на новый паспорт. Я вам рассказываю конкретный пример из практики. Диссертация по педагогическим наукам фактически уже готовая. Ее уже рассматривали на кафедре. На кафедре провели экспертизу, все нормально. Эта диссертация была отвезена в диссертационный совет просто, что называется, на посмотреть, да, то есть, чтобы ее посмотрели, все было нормально. Это было в тот период, когда еще действовали, действовала старая номенклатура, старые паспорта, человек поехал исправлять там то, что учесть те рекомендации, которые были даны и так далее. Работа огромная проведена, этот же человек с этой же работой приезжает в этот же самый диссертационный совет и члены диссертационного совета говорят о том, что эта диссертация не соответствует паспорту. Почему? Потому что паспорт изменился и, соответственно, темы, которые раньше, то есть, он разделился на две части, старый паспорт и новый паспорт, не идентичны. И получилось, что те темы, которые раньше прекрасно соответствовали изначальной специальности избранной, сейчас не соответствуют. Поэтому, чтобы у вас не было такой ситуации, мы работаем с новыми паспортами. Что здесь у нас, так, это вот немножко не то, что здесь у нас важно? Чтобы вы понимали разницу между старым новым паспортом, я вам ее даю и показываю. Во-первых, старые паспорта, естественно, соответствовали старому шифру. То есть, если вы будете вводить старый шифр, вам и выпадет старый паспорт. Как он выглядел? Старые паспорта были более широко расписаны, более конкретизированы. В них были такие разделы, как формула специальности, в некоторых паспортах был там предмет или, например, области исследования, да, и внутри вы могли прочитать, посмотрите, объект исследования такой-то, такой-то. То есть, мы прямо, глядя в паспорт, могли найти ответы на некоторые достаточно важные вопросы. Сейчас паспорта стали более простыми, более, может быть, такими формальными, скажем так. И что здесь нам мы видим, вот я вам два паспорта, которые один поменял другой. В данном случае мы видим, что у нас есть указатель на наименование, шифр научной специальности, и мы видим направление исследований. То есть, какие исследования будут попадать в этот паспорт. И когда я ранее говорила, что ваша тема должна попасть в паспорт, или ваша научная новизна должна попасть в паспорт, что я имела в виду, что она должна быть о чём-то из того, что здесь перечислено, о том, что здесь входит в эту специальность. Если вы свою тему читаете, и читаете пункты паспорта, и видите, что там нет пересечений, ну вот нет пересечений, ни терминологических, ни содержательных, ни инструментальных, всё, значит, ваша работа этому паспорту не соответствует. Обращайте внимание именно на термины, которые используются внутри этой области, для того, чтобы у вас прямо вот эксперт сразу понял, а, да, это об этом. Поэтому внимательно работаем с паспортом, учитывая вот эти вот нюансы. Что здесь ещё важно? Ну, кажется, хорошо, старые паспорта, я себе облегчу задачу, я просто не буду смотреть на старый паспорт, я возьму новый паспорт, и будет у меня всё прекрасно. К сожалению, друзья, здесь тоже у нас не всё прекрасно на данный момент времени. Почему? Потому что возникает вопрос, а где мне взять паспорт научной специальности, новый паспорт научной специальности? И ответ простой, на сайте ВАГ, он как бы такой разумный, он очевидный, казалось бы, и если вы, почему так, потому что раньше паспорта находились на сайте ВАГ, их можно было, конечно, найти и иными способами, но я всегда рекомендую искать всё-таки на официальных порталах и сервисах, да, и мы бы пошли с вами на сайт ВАГ и попытались бы найти там паспорта. Что сейчас происходит? На сайте ВАГ действительно есть, но есть проекты паспортов научных специальностей. Учитывая, что мы с вами живём, и прям вот это время перемен, оно сейчас происходит, то, естественно, и мы это видим по номенклатуре, о которой я говорила выше, то я хочу сказать, чтобы вы были внимательны относительно того, что ровно это же происходит и с паспортами. То есть те проекты паспортов, которые вам могли быть выданы научным руководителем, например, или на кафедре, вот раньше, вот как только номенклатура появилась, новая, как только паспорта научных специальностей в виде проектов появились, эта ссылочка начала гулять по интернету, и была возможность пойти скачать свой паспорт и им пользоваться. Но это проекты паспортов. Окончательные варианты паспортов несколько отличаются, да, не принципиально, но отличаются от проектов. Поэтому наша задача понять, что у вас на руках, проект или окончательный вариант паспорта. Как это можно увидеть? Смотрите, вот опять же, я просто на одной и той же специальности вам показываю для того, чтобы просто в ней действительно происходят эти изменения и чтобы вы их отметили для себя. Посмотрите, вот первое на слайде скрин, я специально прям скрин сделала, то есть тут даже номер страниц разный в проекте и в окончательном варианте паспорта. Мы видим с вами, что в этом паспорте, в этом варианте, в этом проекте был раздел экономика сферы услуг и внутри этой сферы была логистика. В окончательном варианте что мы видим? Что сфера услуг у нас осталась четвертым пунктом, а пятым пунктом у нас стал транспорт и логистика, а здесь пятым пунктом была совершенно другая тематика. То есть где-то добавляются пункты, где-то они изменяются, где-то они разделяются и естественно даже мы можем с вами видеть, здесь получается у нас было 14 пунктов внутри этого раздела, а в итоге у нас получился 21 пункт, да еще и транспорт у нас отдельно вышел за пределы этого раздела, то есть в нем еще сколько-то пунктов, то есть вот этот раздел очень сильно в этом паспорте расширился. Опять же, это у нас возможности с одной стороны для тех, кто ищет тему, для тех, кто хочет понять, что он хотел бы изучать, с другой стороны это некие ограничения для того, кто уже написал, потому что ему надо более четко для себя понять, что у меня должно быть для того, чтобы я конкретно в этот раздел попал. Почему я на этот паспорт обращаю внимание? Точно так же, как со специальностью изначальной, которая была по, допустим, региональной той же экономике, паспорт был просто огромный, на 30 с лишним страниц. И когда вы защищались по этой специальности, это не только по этой специальности такая ситуация, у вас в скобочках кроме специальности было написано по какому из этих пунктов. Следовательно, мы с вами должны понимать и взять себе на заметку прямо в расписание себе, вот прямо сейчас идет вебинар, я же вас не вижу, что вы делаете, да, вы можете себе прямо в расписание тут же поставить напоминалку относительно того, что мне надо там, я не знаю, раз в три, в четыре месяца озадачиваться вопросом поиска паспорта и смотреть, не изменился ли он. Потому что, друзья мои, процесс, к сожалению, еще не завершен, не завершен. естественно, если будет и здесь взаимосвязь очень жесткая, меняется номенклатура, меняются паспорта, то есть мы пока не нашли, не дошли до ситуации некой стабильности в этом вопросе, какое-то время надо посмотреть, повозвращаться к этому вопросу с собственным паспортом, вам не надо все паспорта изучать, вам нужно смотреть только на свой, для того, чтобы вы четко понимали, что ваша работа соответствует. Почему это настолько важно, почему я такое внимание уделяю этому вопросу? Дело все в том, что, опять же, периодически бывают случаи, когда ко мне обращаются за консультацией со следующим вопросом. Наталья Модестовна у меня отклонили диссертацию в диссертационном совете, сказали, что она не соответствует паспорту, я не понимаю, почему она не соответствует, что в ней не так. И, естественно, если я с этим работаю каждодневно, я это вижу сразу. Могу сказать, что это вот поэтому, вот поэтому, так и так. А для человека, который это делает первый раз, это достаточно сложная задача. Именно поэтому я так подробно на этом останавливаюсь. Поскольку любая экспертиза вашей диссертационной работы будет начинаться именно с этого вопроса, который стоит перед экспертом. Работа соответствует или не соответствует паспорту специальности. Ее даже читать до этого момента, вот так вот внимательно, особо никто не будет, если у вас какие-то знаковые параметры работы выбиваются из паспорта. Что значит знаковые параметры предмета, объект, цель, научная новизна. Вот это все должно сочетаться с тем, что указано в паспорте вашей научной специальности, по которой вы собираетесь защитить диссертационную работу. Ну и давайте посмотрим, что же нам делать со всеми этими изменениями, ограничениями или возможностями, в зависимости от вашей специальности, у каждого будет свое, для того, чтобы здесь не запутаться. Если вы продвинутый исследователь, и вы диссертацию пишете давно, что я подразумеваю под словом давно? Годы. То есть опять же, и на курсы, и на консультации очень часто приходят люди, которые дают себе еще один шанс. Они пишут там работу 3, 5, 7, а кто-то даже 10 лет. И думают, они то пишут, то не пишут, например. Вот у нас есть кто-нибудь из присутствующих в таком состоянии? Поставьте плюсики, кто у нас, или пятерочку лучше, а то плюсики у нас уже были. Вот кто-то пишет, кто не пишет, бросает, например, начинает и вот дает себе новый шанс. То есть если вы работаете давно, вот видите, у нас такие люди тоже есть, пишите давно, что вам нужно сделать? Во-первых, если вы работали со старым паспортом, обязательно возьмите новый паспорт специальности, сравните их друг с другом, посмотрите, у вас произошло выпадение разделов внутри вашего паспорта или расширение, ваша тема по-прежнему входит в этот паспорт или нет в новый, это крайне важно, вот это важно для тех продвинутых исследователей, которые это делают давно. Второе, безусловно, мы должны с вами проверить, у вас уже, раз вы давно пишете, у вас есть уже и предметы, и объекты, цели, и новизна сформулированы, кроме темы мы это тоже проверяем, отвечают ли они, отвечает ли ваша диссертация, а проще говоря, вот эти ее элементы, этому новому паспорту, если да, все в порядке, если нет, мы ориентируемся на этот паспорт и понимаем, что вы вовремя увидели и поправили то, что изменилось. Если же вы только начинаете подготовку диссертации, у вас идет момент определения темы или там отрасли наук, да, нужно сделать четко, то есть по алгоритму по этому пройти, о котором я в самом начале говорила, отрасль науки научная специальность, по новой номенклатуре это делать. Как только с новой специальностью определились, вы ищете новый паспорт, вы к старому паспорту не обращаетесь, вы даже себе голову и мне перегружаете, потому что у вас могут возникнуть непонимания, как мне здесь быть или здесь быть. Все для вас это уже прошлое, вас это не касается. Здесь вот для продвинутых исследователей более сложная задача, как-то надо понять вот этот переход, вы осуществите этот переход вместе со всей системой подготовки диссертационных работ. Ну и, конечно, что значит изучить паспорт, что значит оценить, подходит ваша диссертация, не подходит ваша диссертация. В рамках вебинара я могу рассказать, это достаточно много нюансов, поэтому, если вам важно понять, как правильно выбрать тему, как отследить эти изменения и так далее, я с удовольствием вас приглашаю на свой курс, где мы будем рассматривать нюансы не только по этому вопросу, а вообще относительно всего вашего пути от начала до конца, то это выбора темы до защиты. Курс стартует 8 ноября, мы с вами будем встречаться два раза в неделю, с 8 ноября по 8 декабря, два раза в неделю будем встречаться и у нас с вами будет 10 тем. Каждая тема по сути покажет вам и внутри каждой темы я как раз буду не просто, это курс не теоретический, это курс практикоориентированный, на нем есть не только вебинар, наша с вами живая встреча онлайн, но у нас есть возможность общения в группе, у вас есть возможность выполнять домашнее задание и прямо в рамках курса работать над своей диссертацией, уже более осознанно используя те лайфхаки и нюансы, о которых мы говорим в теме. Мы, естественно, рассмотрим особенности диссертации, мы посмотрим из чего будет складываться весь ваш путь, определим эту дорожную карту, мы научимся планированию работ, которые необходимо проводить аспиранту и докторанту, мы начнем с вами прямо с идеи, с темы, с того, как это правильно выбрать, и даже если у вас уже диссертация на финише, как сделать так, чтобы она стала ярче, эта диссертация. Безусловно, мы поговорим о литературе, о том, как ее обрабатывать, как ее использовать, как сделать так, чтобы литература была вам в помощь, а не та глыба, которая на вас упала и раздавила своей массой. Следующая тема мы посмотрим с вами о том, поговорим о том, как готовить публикации, как выступать, как натренировать эту способность у себя, потому что диссертацию мало написать, ее надо защитить. Безусловно, мы будем говорить о том, как сделать ярче текст, как правильно формулировать новизну, с учетом каждый поток курса, я узнаю перед началом курса, кто пришел, по каким специальностям, и, соответственно, делаю все примеры в соответствии с тем, какая группа у нас собралась. Автореферат это то, что, может быть, не так очевидно для всех пишущих диссертацию, но это очень важная вещь, ну и целых две темы относительно того, как подготовиться к защите и как защитить диссертацию. Поэтому, друзья, если вам интересно, я буду рада вас видеть на этом курсе, на сайте, на страничке курса есть отзывы, можете посмотреть и понять, что курс очень полезный и очень прикладной. Ну и, безусловно, сегодня мы должны еще один момент рассмотреть, а как вот эти все изменения отразятся не только на самом паспорте, на самой номенклатуре, но они отразятся еще на тех моментах, которые касаются любого аспиранта или докторанта, это на публикациях и на выборе диссертационного совета. А что здесь-то не так? Ну, на самом деле здесь не то, чтобы не так, тут тоже возникают нюансы, которые тоже параллельно с номенклатурой меняются, скорость их изменения различная, но тенденцию мы уже видим, и если мы говорим о публикациях, то у нас основные научные результаты вашей диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях. Мы раньше, в стародавние времена, называли это с вами перечни ВАК, в изданиях из перечня ВАК. Сейчас это не совсем грамотно так говорить, поэтому я обращаю ваше внимание на то, что это рецензируемые научные издания, и их несколько. разные возможности, разные перечни, разные базы. Во-первых, это Web of Science и Scopus, и те международные базы, которые рекомендованы ВАК. Ну, и безусловно, это издания, которые индексируются в базе RSCI. Давайте буквально кратенько пробежимся для того, чтобы вы понимали разницу и понимали тенденцию, куда идут изменения с точки зрения требований к публикациям. Значит, если мы говорим о перечне рецензируемых изданий, которые раньше мы так и называли перечень ВАК, то на данный момент времени актуальный перечень, это перечень на 20 июля 2022 года, этот перечень содержит 2710 изданий. Я вам специально на слайд вынесла справочную информацию о том, что происходит, чтобы вы понимали тенденцию. Очень важно в процессе вот этих изменений понимать, куда мы движемся. Так вот, с точки зрения возможностей, возможностей по публикациям в рецензируемых изданиях, мы видим, что количество этих изданий увеличивается. Да, эти издания начинают более серьезно курироваться, они проверяются качество работ, которые туда размещаются и так далее. но при этом количество этих изданий увеличивается, то есть возможности у нас для этого есть. И если вы решаете для себя, что я хочу подготовить публикацию, которую я потом покажу в рамках публикации по теме диссертации, то есть не любую какую-то для работы, а именно по теме диссертации, то выбирая рецензируемое издание, нужно четко ориентироваться на актуальный перечень. Вот он вам актуальный перечень, я сделала вам скрин и на что обращаю ваше внимание. Смотрите, у нас есть издания, у нас есть издания, которые новые, ну то есть я сейчас сказала, что их количество увеличилось. Эти издания у нас сразу записаны по новой номенклатуре, с новыми шифрами, с новыми специальностями. Но есть издания старые, которые существуют давно, до всех этих изменений. И в этом актуальном перечне сделано очень удобно, указана старая специальность, шифр, с какого периода, и указаны новые специальности. То есть вы можете сразу соориентироваться, когда у нас раньше возникал вопрос, а как сопоставляются, вот я раньше опубликовался в таком-то журнале, мне это зачтется или не зачтется, а вот вам ответ на этот вопрос. То есть если вы опубликовались до этой даты, пока, точнее говоря, с этой даты, пока журнал был рецензируемый по этой специальности, значит, по этой специальности он у вас входит в перечень. Если нет, значит, не входит. Поэтому, друзья мои, мы с вами должны опять же отслеживать вот эти изменения, а перечень меняется намного чаще, чем номенклатура и чем паспорта, то есть это такой достаточно динамичный документ, поэтому здесь нам нужно с вами тоже проявлять бдительность. То есть с одной стороны возможности наши увеличиваются, самих изданий становится больше, но нюансов в выборе этого издания тоже становится больше, а оно по моей специальности осталось или не осталось, поэтому здесь вот, пожалуйста, повнимательнее. Еще один перечень, который тоже называется перечень рецензируемых изданий, это перечень, в который включены отечественные издания, но они входят в международные реферативные базы или системы цитирования. Этот список, как и предыдущий, тоже находится на сайте ВАГ, вы можете его себе сохранить, если это вам необходимо. И актуальный перечень, вот этот перечень меняется реже, чем предыдущий. Актуальный перечень датируется 12 марта 2022 года и содержит еще 167 изданий, и вы тоже можете видеть, что количество этих изданий тоже расширяется. То есть и здесь у нас возможности есть. Проблем каких-то особенных нет, нужно просто понимать, что чем солиднее издание, чем оно более авторитетное, публикации там будут более долго осуществляться. Ну и вот эта добавочка, которая, вот эта формулировка по РСЯ, она появилась в новом положении о присуждении ученых степеней, раньше этого не было. Что такое РСЯ? Это совместный проект Российской Академии Наук и, соответственно, научно-электронной библиотеки e-library и компании, которая ведет базу Web of Science. То есть это такая платформа, которая выделяет из РИНСа, из российского индекса научного цитирования самые серьезные журналы, которые, по мнению экспертов, являются ведущими и количество этих журналов меньше. Этот вот журналы, входящие в этот перечень, они тоже там не находятся постоянно. И мы тоже с вами можем видеть, что вроде бы количество изданий растет, опять же, специально вам справочно дала эту информацию, но обращаю ваше внимание, что 23 июня 2022 года вышел пресс-релиз рабочей группы по формированию списков RSI, где указано движение журналов внутри вот этого сегмента научного. Какие-то журналы приостановлены, какие-то журналы возвращены в RSI, то есть их стало 943 не потому, что на разницу между предыдущей цифрой, вот настолько они увеличились, нет, потому что какие-то убраны, какие-то добавились, какие-то требуют дополнительного контроля, поэтому здесь тоже есть движение, где посмотреть, куда входит, в какую из вот этих, в какой из этих перечней входит ваш журнал. Это можно сделать на сайте e-library, у нас с вами наверняка, сейчас не помню, в какой период, может быть, через одну встречу, или чуть позже, будет встреча, посвященная публикациям, и я там вам все детально покажу, где это посмотреть, потому что вот здесь этот перечень меняется, и этого перечня на сайте VAC нет, но публиковаться в этих изданиях можно и стоит это целесообразно делать, поэтому наша с вами задача, когда мы говорим о публикациях, о публикациях, опять же, если вы пишете диссертацию давно, у вас есть так называемые старые публикации, 3 года, 5 лет, 7 лет публикациям, или вы, например, раньше писали кандидатскую диссертацию, после нее просто публиковались, а сейчас решили писать докторскую диссертацию, у вас возникают вопросы вот по этим публикациям, которые были вот на этапе подготовки, что нужно сделать, во-первых, естественно, нам нужно проверить соответствие ваших публикаций требованиям ВАГ, то есть издания, в которых они опубликованы, относятся к перечням рецензируемых или нет, как это сделать на курсе, рассказываю все списки старые, новые, всех этапов даю, объясняю, как это сделать, если у вас есть необходимость или, может быть, не было вот этих активных публикаций, а есть необходимость сейчас зафиксировать свои научные результаты в публикациях, то, конечно, мы выбираем журнал, учитываем вот эти нюансы. Я не случайно не произнесла, не сделала слайды по международным базам Web of Science и Скопус, потому что сейчас, с одной стороны, они стали для нас необязательными с точки зрения отчетов научных, но если у вас есть возможность, есть необходимость там публиковаться, пожалуйста, это просто было всегда, я здесь не акцентирую ваше внимание, я обратила ваше внимание именно на том, что сейчас может у нас существенно измениться. Ну и, естественно, если вы только начинаете подготовку диссертации, то вам нужно разобраться с алгоритмом правильного отбора журнала. То есть, как мне подобрать журнал для публикации, чтобы он для меня являлся рецензируемым. Здесь есть масса нюансов, они не сложные, но они нюансы, которые нужно учесть. Поэтому, пожалуйста, или разбирайтесь самостоятельно, можете спросить у научного руководителя, или присоединяйтесь к нашему вебинару, который будет посвящен публикациям, и там я детально это рассказываю. Ну и, конечно, опять же, когда вы выбираете, уже бывалые исследователи понимают, что перечни меняются, надо брать актуальные, а для начинающих я заостряю на это внимание, что проверяйте, пожалуйста, актуальные перечни. Не любой, который вы скачали три месяца назад, или тем более полгода назад, и он вам кажется, ну это же перечень, да, но он мог поменяться. И там вашего журнала может не быть или наоборот какие-то журналы появились. Ну и в завершение, что касается диссертационных советов, что здесь, почему здесь для нас это такой сейчас для многих, кто вот выходит на защиту в этот период, достаточно стрессовый период, это и так стресс, а тут еще двойной стресс. Почему? Потому что мы с вами знаем, что у нас есть две категории советов. Это диссертационные советы, деятельность которых регулирует Министерство образования и науки и советы, которые сами могут присуждать ученые степени, образуются при определенных научных организациях и образовательных организациях, только тем, кому дано такое право и что мы с вами наблюдаем по диссертационным советам. Сейчас на сайте ВАГ, я буквально сегодня проверила информацию, указаны 1679 действующих советов, мы видим тоже, что количество этих советов меняется, меняется, и если до сентября прошлого года количество советов уменьшалось, обращаю ваше внимание, что меняется тенденция, сейчас количество действующих советов увеличивается. Почему? То есть для многих это расширение возможностей. Дело все в том, что изменились вместе с номенклатурой, с положением, со всеми вот этими процессами изменились требования к составу диссертационного совета. Теперь членов диссертационного совета в нем официально может быть меньше, и поэтому, конечно, для научных и образовательных организаций создание диссертационного совета может быть стало чуть более доступным. Поэтому они начали появляться. Ну и что еще важно сказать, что у нас советы понимаем, да, чтобы защитить диссертацию по определенной специальности, я должна выбирать диссертационный совет, который по этой специальности уполномочен проводить защиты. Раз номенклатура меняется, специальности меняются, значит и диссертационные советы должны претерпеть определенные изменения. В прошлом году мы с вами говорили, в прошлом учебном году мы с вами говорили о том, что диссертационные советы ВАКа были разбиты на две группы, те диссертационные советы, у которых научная специальность не меняется, они спокойненько продолжают, у них чисто формальная процедура, они продолжают по сути работать как и раньше. Те диссертационные советы, специальность по защите у которых меняется, и шифры, и названия, и суть, да, меняются, Эти диссертационные советы проходят перерегистрацию, то есть они как бы закрываются и формируются вновь. На самом деле сейчас уже пугаться этой ситуации не стоит, потому что до 16 октября еще могли работать советы в старом формате. После 16 октября советы, которые не прошли вот эту процедуру переутверждения, они просто будут закрыты, если они относятся к категории советов, у которых специальность по защите изменилась. Как это мне узнать? Я, например, имею сейчас готовую диссертацию и мне нужно выбрать диссертационный совет. Как я могу понять, я могу в этот совет ехать или нет? Что я для этого делаю? Это я вам про самостоятельные советы, это не так существенно. Здесь изменений никаких пока нет, хотя вроде бы пытаются расширить количество организаций. Что мне нужно сделать для того, чтобы мне разобраться, могу я в этот диссертационный совет обратиться или нет? Во-первых, после 16 октября вам никак разбираться не надо будет специальным образом. Когда вы зайдете на сайт ВАГ в раздел действующие диссертационные советы, вы увидите только те диссертационные советы, которые остались. Поэтому, если вам не к спеху, ждем 16 октября и потом заходим, и уже вы точно не запутаетесь. Если вам срочно, то что мы делаем с вами? Мы с вами заходим на сайт ВАГ и у нас с вами вот это разделение, о котором я сейчас сказала, советы продолжающие и советы, создающиеся под новую специальность, они очень хорошо отражены на сайте ВАГ. Вы заходите на сайт ВАГ в раздел диссертационные советы, выбираете действующие диссертационные советы, и у вас открывается перечень диссертационных советов. Посмотрите, как мы видим, что совет прошел, все, он уже перерегистрировался. Обращаю ваше внимание, что в скобках идет название нового совета, шифр нового совета. Первая запись – это название этого совета, шифр этого совета предыдущий. Здесь мы видим уже новую специальность, и мы видим свежий приказ. То есть, если вы заходите на сайт и видите, что этот совет уже прошел эту процедуру, все, вы его рассматриваете как доступный для вашей защиты. То есть, вы можете туда работу свою при прочих равных условиях, естественно, что соответствуют специальности и так далее. Вы можете туда свою работу подавать, значит, совет продолжает работать. Если вы видите, что специальность старая указана, что нет никаких новых приказов, значит, это повод задуматься или, по крайней мере, дождаться 16 октября для того, чтобы ситуация прояснилась. Поэтому, друзья мои, опять же, как мы контролируем с вами изменения? Особенно это важно для тех, кто начинает подготовку диссертации. Так, это у нас старый слайд, прошу прощения. Значит, здесь наша задача с вами – что делать? Во-первых, наша задача состоит в том, чтобы контролировать изменения перечня рецензируемых изданий. Во-вторых, если вы ищете диссертационный совет, проверить, прошел ли он этот процесс перерегистрации или ему не нужно, и он продолжает нормально осуществлять защиты, в любом случае после 16 октября на сайте вам будет информация о тех советах, которые остались действующими. То есть мы можем столкнуться с ситуацией, что их будет сильно меньше или, может быть, столько же, да, посмотрим. У нас скоро будет с вами очередная встреча, и, может быть, там просто к этому вопросу вернемся. Ну и, естественно, не забываем работать с паспортом и понимаем, что паспорт, к сожалению, пока тоже может меняться. Тоже может меняться. Поэтому, когда мы говорим об изменениях, где можно эти изменения посмотреть? Эти изменения можно посмотреть самостоятельно на сайте ВАК. К сожалению, там не очень хорошо ориентированы сейчас материалы, не всегда можно что-то легко найти. Ну и надо потратить на это время. Если вы хотите, то вы можете воспользоваться информацией из бота, который создала я с моим сыном, для вашего удобства. Сейчас огромное количество всевозможных групп, не всегда есть возможность их читать. Поэтому мы решили создать бота, куда я буду размещать информацию, просто высылать информацию, новый перечень ВАК, там, допустим, да, что-то, изменения какие-то произошли и так далее. Поэтому, пожалуйста, если вам это актуально, хотите сэкономить время, не тратить лишнее время на чтение каких-то комментариев и прочего подобного, а просто получать информацию, можете вот воспользоваться этим ботом. Ну и когда мы выбираем диссертационный совет или журнал, я вам настоятельно рекомендую использовать сайт ВАК. Проверять там, не со слов с чьих-то, а именно на этом сайте. Безусловно, безусловно, я вас приглашаю присоединяться к нашим вебинарам, потому что за час вы получаете ту информацию, которую искать вы сами будете очень долго. А то, например, про изменения в номенклатуре, вот те, которые уже в новой произошли, я поспрашивала своих коллег, они этого не знали. Поэтому это нормально, я этим занимаюсь каждый день, поэтому наиболее актуальную информацию вы можете получить на вебинарах, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, я стараюсь, чтобы они для вас были полезными. Ну и, безусловно, те, кто всерьез настроен поработать над своей диссертацией, разобраться в том, как это делать, что здесь важно, что второстепенно, как выстроить свою работу, я вас приглашаю на курс, буду рада быть для вас полезной в рамках курса. Ну, друзья, на сегодня я поделилась с вами тем, что хотела, жду ваши вопросы в чате, и сообщу, что все как всегда, если вы вдруг смотрите вебинар в записи, например, и у вас есть вопросы, и вы не можете их задать онлайн, вы можете написать мне на почту, я отвечаю на ваши вопросы. Ну и если здесь постеснялись задать свой вопрос, пожалуйста, пишите, будем на связи, помогу вам сориентироваться с вашими какими-то непониманиями. Пока жду вопросов, дайте мне, пожалуйста, обратную связь, огоньками, насколько полезна вам была сегодняшняя наша встреча. Для меня это важно, я не вижу ваших глаз, мне хотелось бы понять, что мы с вами провели время с пользой. Благодарю. Так, благодарю, друзья. А, у нас вопросы есть, прошу прощения. Пишите, пишите смело, друзья, я сейчас увидела, что есть вопрос. Так, отражается ли новая номенклатура на составе и направлении диссертационного совета? Елена, да, я ответила на этот вопрос уже вот в последней части вебинара. Естественно, диссертационный совет будет меняться в состав диссертационного совета. Если специальность поменялась, причем поменялась сильно, то, конечно, там же должны быть специалисты, которые соответствуют уже вот этой новой специальности. Но не для всех диссертационных советов, конечно же, это актуально, потому что, ну, какие-то советы сохранятся. Так, отлично. Можно в чат словами. Замечательно. Благодарю вас, друзья, что вы были вместе со мной. Желаю хорошего дня и успешной работы на диссертации. Ну, и, конечно, встретимся на нашем следующем вебинаре. Удачи! Продолжение следует...